В селе Кызыл-Кайра Талматинской области массово обворовывают дома. За две недели злоумышленники обчистили 10 жилых объектов. В основном уносят драгоценности, деньги, технику и другие предметы быта. Эту информацию подтвердили в управлении полиции Толгарского района. Сейчас домушников ищут сразу несколько оперативных групп. А вот сельчане организовали дружины, чтобы защитить свои жилища. О том, как теперь обороняют домашние рубежи сельчане, увидела Адель Акжаркенова. 3 декабря дом местной жительницы из Ауры Заитовой обокрали. Вернувшись вечером домой с детьми, она обнаружила, что окно на кухне открыто, а в комнатах всё перевёрнуто вверх дном. Воры забрали лишь наручные часы, говорит женщина. Видимо, сильно торопились. Теперь она боится, что ситуация повторится. Состояние детей, конечно, у них такой шок был. Ну не то, что у них, у меня то же самое. У них вот до сих пор они боятся на улицу выходить элементарно. Утром в школу ходить старшему, вот 10 лет, он элементарно сейчас не может спокойно выходить на улицу. А вот её соседке Болжан и меня сповезло меньше. Из дома злоумышленники вынесли принтер, золото забрали даже посуду. С косметикой сокрушается женщина. Я переживаю не за золото, а за своих детей, за их безопасность. Эти воры с извращёнными наклонностями. Почему до сих пор их не поймали? Почему не патрулируют? Сколько краж? Мы сразу позвонили в 102, они приехали только через несколько часов. Они озабочены. Пусть будет стыдно, но я скажу. В доме наших соседей они гигиенические средства женские раскидали, налепили на стены. Что это за издевательство? Местные участковые и районная полиция пока подтвердили несколько фактов домовых краж и завели уголовное дело. Однако никаких подробностей стражи порядка разглашать не стали, заверив, что подозреваемых ищут. Ежедневные рейды ведутся на территории всего Аллатовского сельского округа. Работают четыре участковых, один патрульный маршрут. Да, люди обращались по нескольким фактам краж. Сейчас ведутся все работы для обнаружения злоумышленников. Бороться с преступностью местные решили своими силами. Ежедневно с 7 часов вечера до глубокой ночи группа активистов из трех-четырех человек выходит на рейды по территории села. Как стемнеет, выходим, патрулируем. Если проезжают незнакомые машины, фиксируем. Воры, скорее всего, знают, когда люди на работе, когда дома. Может, следят. У нас вообще нет освещения. Мы уже не говорим о камерах. Никаких условий для безопасности. Жители пожаловались и на местных чиновников. Они требуют у них провести уличное освещение и открыть дополнительный опорный пункт полиции. А до тех пор защищать свои имущества и обеспечивать безопасность сельчане вынуждены самостоятельно.